Дурвудхан Сураган 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 Дурвудхан Сураган Доктор наук Ассистент профессора в университете Назарбаева Прошел стажировку в США В Курантовском институте математических наук При Нью-Йоркском университете Степень магистра по теоретической физике Получил в британском университете Кингс колледж Лондон Является самым молодым ученым И первым представителем Азии Который отмечен международной премией Зеферен Суниер и Балагир Прайс И родился и вырос в Монголии В местности, где проживают казахи Как каждый сельский ребенок Помогал родителям в хозяйстве Мое детство совпало с экономическим кризисом В сельской местности Монголии Чтобы прокормить семью Нужно заниматься животноводством Я в семье был самым младшим Поэтому именно мне пришлось жить в степи И пасти скот В итоге я не смог посещать школу И мне приходилось учиться самостоятельно В степи я пас овец Фантазировал и решал в уме Разные математические задачи Мне вообще нравились все предметы Связанные с математикой У меня была возможность учиться в школе Только последние 2-3 года Кстати, когда пришел в школу Я заметил, что некоторые предметы Знаю лучше, чем мои сверстники Даже успел принять участие в олимпиадах В 2005 году После окончания средней школы в Монголии Я вернулся на свою историческую родину Приехал в Алматы И сразу сдал ЕНТ По результатам теста получил грант На обучение в Казахском национальном университете Имени Альфа-Раби Механика-математический факультет Специальность механика После бакалавриата Мой научный руководитель сказал мне Мы когда-то делали науку на русском А современное поколение Будет создавать его на английском Поэтому роль этого языка Сегодня очень важна для нашей науки В итоге меня отправили на стажировку в Нью-Йорк В Нью-Йорке находится Курантовский институт математических наук Он очень известный в мире И я стажировался именно в нем Однажды я сидел в библиотеке и решал задачу Эта задача была настолько интересной Что я не заметил, как засиделся до полуночи Вышел с института и направился домой Но не смог найти станцию метро, которой я пользовался каждый день Буквально заблудился, не зная, в какую сторону идти Поскольку плохо знал английский, не смог обратиться с вопросом к прохожим И ходил вокруг да около Видимо, я показался слишком подозрительным И ко мне подошли два полицейских Они начали допрашивать Откуда я? Где живу? По какому адресу? А я им говорил в ответ только слово «не знаю» В какой-то момент я вытащил из кармана паспорт и сказал Я математик Это единственное слово, что пришло мне в голову А в Америке к ученым относятся с особым уважением И эти полицейские по паспорту быстро выяснили мое место проживания И проводили меня до самого дома Любопытно то, что этих двух полицейских я потом часто встречал на своем пути И они, шутя иногда, спрашивали Эй, казахстанец, ты не забыл дорогу домой в свою страну? Смотри, чтобы виза не закончилась Степень магистра я получил в Лондоне По специальности теоретическая физика в университете Кингс колледж Лондон Я поступил туда по президентской программе «Булашак» Научную степень PHD по математике получил в Казахском национальном университете имени Альфа-Раби После защиты докторской диссертации я опять поехал в Великобританию В Имперский колледж Лондона, чтобы продолжить постдокторантурные исследования В математику я пришел не случайно У меня с детства был особый интерес к этому предмету Правда, я не ставил перед собой цель стать ученым К науке меня привели мои учителя В первые годы обучения в Казахском национальном университете имени Альфа-Раби Профессор Балтабек Кангожин заметил мои способности и начал со мной заниматься индивидуально Он показал мне путь в науку Сказал, если я пойду по этому пути, то это будет верный шаг Он был моим первым учителем Другой наставник – это мой зарубежный научный руководитель Ари Лаптев Он сейчас в Швеции Несмотря на расстояние, мы до сих пор тесно общаемся И я всегда с ним советуюсь В Алматы есть институт математики и математического моделирования И свой профессиональный путь я начинал с этого института Работая там лаборантом в студенческие годы Помню, что моя первая зарплата была где-то 5000 тенге Позже в этом институте я занимался научными проектами И одновременно преподавал математику в университете имени Аль-Фараби Кроме того, в этом университете, в рамках совместной программы С нашим институтом после вузовского образования Я читал лекции Я нашел на это ответ спектральной геометрии Например, если взять мембрану одинаковой площади, но разных форм То мембрана в форме круга отличается тем, что она создает самую наименьшую частоту Такие же лекции я читал за рубежом В университете Имперском колледже Лондона В университете я совмещал эти лекции со своими научными исследованиями Когда вернулся из Великобритании в Алматы, я вел занятия в университете имени Сулеймана Демиреля А сегодня я преподаю здесь, в Астане, в университете Назарбаева Премия «The Ferencunier» считается одной из самых престижных премий За изданную монографию в области математики У этой книги два автора Один из них я, а другой это профессор Имперского колледжа Лондона Мы не ставили перед собой цель написать книгу и получить за нее премию В математике есть два независимых классических направления Одно из них называется теория групп, а другая — анализ Мы совместили эти два раздела и создали новую теорию В свою очередь, используя новую теорию, мы получили новые методы решения математических задач Если честно, книгу мы писали очень долго На это у нас ушло 2-3 года И закончили над ней работать только в прошлом году После окончания этой работы многие нам советовали отправить ее на конкурс Чтобы побороться за премию «The Ferencunier» Мы отправили эту книгу, и я забыл про это И вдруг пришло письмо о присуждении премии До этого момента я знал многих математиков, которые получили эту премию Я восхищался ими и рос на их книгах Поэтому я горд и рад, что присоединился к числу этих математиков, признанных во всем мире Хотя присутствие фундаментальной науки в жизни общества нельзя увидеть глазом Тем не менее, именно она гарантирует качественные знания А молодежь, которая получает качественное образование, это будущее нации В результате, если мы хотим, чтобы наша страна была всегда стабильной, вечной То в основе ее знаний должна находиться наука, которая считается именно такой Возьмем, к примеру, Великобританию Это пример вечного государства, и превосходство этой страны во многом обусловлено фундаментальной наукой В ее число входят законы Ньютона и его математика Экономика — это иллюзия Если взглянуть с точки зрения истории, какая страна в этом мире не была богатой В разные времена все они были богатыми В плане традиций, обычаев и языка Но если рассматривать страны, которых мы считаем перспективными, прогрессивными То можно заметить, что их отличает одна важная особенность У них развита фундаментальная наука Знаете, я бы хотел отметить, что сейчас в нашем современном, открытом всему миру обществе Растет число молодых способных людей Благодаря государственным программам тысячи выпускников получают образование за рубежом А потом возвращаются домой и работают здесь Наука — это своего рода марафон На нее уходит много времени и усилий А проблемы со здоровьем могут стать большой преградой Вот поэтому обязательно надо уделять внимание здоровью У человека на первом месте должно быть не хобби, а здоровье По возможности стараюсь вместе со своими коллегами отдыхать на свежем воздухе Катаемся на велосипедах, играем в теннис, занимаемся легкими видами спорта В прошлый раз, когда мы сидели с друзьями, я сказал им, что я очень похож на Астану Они удивленно спросили, как я могу быть похожим на город Дело в том, что Астана каждый год обновляется Появляются новые здания, расширяются границы города И этот процесс напоминает этапы роста личности Я тоже расту и формируюсь Недавно пришел в науку, недавно создал семью У меня молодая, только встающая на ноги семья Дети еще совсем маленькие И мой внутренний мир меняется Обновляется каждый год так же, как и Астана Поэтому, когда я смотрю на этот город, то я вижу в нем себя Своё отражение В ближайших планах Дурбудхана Сурагана поездка в Рио-де-Жанейро В университетах бразильского города он будет читать лекции по своему предмету Долгосрочная цель молодого ученого — войти в число лучших математиков мира И внести весомый вклад в признание казахстанской науки международным сообществом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова